ну здравствуйте очередной день очередной реплей в общем на днях мне не спалось решил прожать меч без стрима и в моей сети угодила крупная редкая рыба в общем за вот этим аккаунтом скрывается sky легендарный китайский хуман один из самых титулованных игроков в истории варкрафта но если не самый нельзя сказать чтобы он совсем не играл за последние там года он и на над изи играл и на ватри чемпионс приходил и тут вот опять решил немножко покатать видим что sky по старинке отстроил фермы разведывательные начинается оранжевые точки я играю в катга также забираю оранжевую и ставлю hunter skull тут еще забытый мануэлл был но пустяки дело житейское sky спуливает крипов висп все это видит поэтому кодк отправляется на крипджек посмотрим какие тут будут потери дисплей лица архимаг берет 2 левел sky пригоняет еще трех минтов понимает что вот этой армии может не хватить для нормального криппинга неплохо отгоняет катга приходит еще один висп но у уильяма слишком много хп тут даже нет смысла на его диспелить по сути остается один тролль кодк лишний урон получает отличный девайс для архимага против коня арча недоконтроленная отписает прикопка минус раб и наверно еще придется тратить прикопку на раба до минус еще один раб три фермы этого поставил sky эти две фермы видят что на не прожат теч видят контерс холл тут еще и футмен контрольный бегает архимаг уже 2 и 7 наверное по опыту стремится к третьему под газ опытом все похуже так и теперь надо понять что будет делать sky будет ли он ставить экспант либо же прожмет т2 и будет рифлопушить sky увидел что я прожрал т2 и понял что можно идти ставить эксп то есть это говорит о том что у меня не два барака хантов ну то есть второй барак мог быть отстроен вообще где угодно поэтому идет на экспант виск все видит подвожу второго виспа кодка выдувает манвеллы и должен вылетать куда-то на персоналке а вот и вылетает на ханту виспа не успеваю задиспелить конь на нем берет 3 левел олег подпитывает но очень битые рабы . с ядом . неприятные рабы получили невероятное какое-то количество урона начинает потихоньку откисать по моему здесь кодк добил главного 0 так но sky успел купить порошок обнаружение он же дуст продал тп взял также сапог ханта слита но парабам потери какие-то невероятные в итоге здесь остается один рабочий который тоже скорее всего обречен вторая прикопка чтобы эффективно справляться с футами да и рабочий умирает их приходится гнать новую партию тем временем здесь заказан контр-эксп течь уже практически доделывается футы в корнях отписают элементаль с футменами разбираются с пеньками и приходит новая новая партия рабочих все-таки с целью заказать экспант продолжаю достраивать хантов планирую убрать вторую панду тут архимакс спулил крипов антой надо быть аккуратнее но фонтами до контроля на крипы еще не успели уснуть поэтому фонта откисла вместо того чтобы полечиться на фонтами сразу довериться sky понимает что будет агрессия с фонтами продолжаться ну кстати фермы вижена сюда не дают то есть стоило наверное еще здесь поставить здесь но еще экспант здесь может быть заказом поэтому тут хоть все облепи фермами все равно придется футом проверять так взята панда сладкий хмель врывается в рабов с другой стороны заходит код к две ханты элем прикапывается так как он тут больше всего урона по хантам наносит используют палку высасывания мана оставшийся заряд на панду чтобы лишить ее дыхание попытка зафокусить вышку но вышка достраивается правда оба героя уже без маны поэтому не так страшно ну ханты да тут есть даст фонта откисает и рабы опять терпят 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 не уверен что тут вышку получится забрать 5 хп было нет вышка все таки умирает код убегает панда тут сейчас попробует добить раба пошло производство лорников так и учится сразу ключевой грейд грейд на переезд он же грейд на единение с природой для того чтобы спокойно поставить экспант чтобы он не откис на крипджеке также этот апгрейд работает на пинки энтов в которых вызывает кодк поэтому штука универсальная ну и просто укрепляет все здания которые являются елками что тоже полезно архимаг бежит с целью там отменить лорник или что-то еще подхарасить здесь сейчас начнется криппинг экспанда где панда панда бежит так ну тут архимаг зря отвлекся на офф надо работать по магазину или даже сюда пытаться бежать но у елки 7 7 армора она тут очень хорошо танкует на крипах а туда футы бегут архимаг здесь хорасит находит ханту про которую я забыл хороший забег и магазин тут очевидный кандидат на отмену магазин тоже запенсилили работает по ханте мана маны нет как бы кодк мог прикопать всех этих футов по очереди но мана закончилась и архимаг тоже сюда бежит но главное тут эксп не слить поэтому сейчас буду стараться его посадить сразу старается выщелкнуть рабов sky пока оба виспа живы ой какая ситуация неприятная сложилась но только только на грейде выживает тут елка данные все футы отогнаны ну как футы фут пытается sky пытается добить елку но 7 армора эреген с деревьев поэтому нет просто максимально затягивает время до посадки этой самой елки видит дриад и надо уходить потому что две дриады есть прикопка конь тут может добегаться что узкая идет точно т2 шрёдер работает ему в принципе рабов много тогда на лес не надо вот буквально четыре раба осталось это достаточно для строительства зданий кстати они все в этом строительстве задействованы смотрите какая красивая база вот тут вот что не отнять это да прям красиво так но идет продакшен дриад тоже наверное надо брать лес ой тоже надо брать шевера чтобы не было проблем с лесом в макро игре тут дроп идет sky развлекается как может шахту может попробует отменить но не уверен что успеет на нее панда выдвигается для криппинга с бараком вот почти четвертый панда 2 еще не 3 даже так ну понимает что рудник достраивается работает по виспам ой минус 2 хороший в рыв продолжает душить sky максимально замедляя экономику приходится возвращаться к отгон и тут чё-то но это глубокой ночью происходило меня чё-то в голове перещелкнуло настолько привык что продаю телепорт на катге при вот таких играх что был уверен что мне телепорта нет я побежал магазин чтобы купить телепорт ставнуться и использовать его и тут увидел что телепорт уже есть и понял что в принципе и в рядами тут отбиваюсь и достаточно одним катгом было прибежать в общем бреймлаг но от виспы отстраиваются шрёдер выкуплен надо переводить с мэйна виспов на экспанс только виспов а если уже не нужно после покупки шрёдера диспл надряд готов да sky понимает что ловить уже больше нечего и улетает только-только доделался т2 здесь уже идет вовсю штамповка рифлов похоже на обычный пуш с рифлами с двух бараков и двух арканок известная стратегия но он видел фермами что у меня тэч только запущен принципе понимает что шансы продавить есть так дирижабли тут аккуратнее надо летать потому что может поймать какую-то шальную сетку от тролля панда сдает ненужные девайсы берет нужные девайсы добыча нормальная полноценная так и sky берет нагу вторым героем стандартный один из стандартных вариантов урсула змеиная копна начинает кейпинг пока конь тут продолжает харасить с футом пока 39 лимитов всего здесь уже 48 особо голды кстати нет поэтому еще чуть-чуть 50 сидит sky он купил уже скролл купил инвул я думаю под копит где-то голды вот около 800 голды может 1000 и потом выйдет из лимита надо ферму потихоньку добавлять до фермы добавляются тут все все хорошо с этим ну тут продолжает развлекать но уже по моему уже совсем нечего здесь ловить great на т3 на три четверти готов до 50 лимит до 50 лимита добивают рядами панда не вкачанная то есть надо после этой точки будет почти 3 также как панда надо срочно выдвигаться на центр забирать красную гиппас чтобы сбить этот надоедливый дирижабль тут забытая дриада какая-то здесь дриады хилились на фонтане это что это тоже забытая дриада просто бегают козы по карте как хотят и здесь пошел продакшен вовсю уже да тут прям рифлы кресты пара 40 будет добавлено с надой надо поаккуратнее хороший друг на ногу пойдет конечно ему хотелось бы здесь ауру паладина увидеть больше всего либо ауру потму но на безрыбье и на госеледка так наконец-то панда добралась до красной точки опять же пеньки с армором хорошо танкует на здесь когти плюс 12 не слишком полезный девайс барак наконец-то разобрался с двумя фермами на мэйне достройка мунвелов и это геганты это геганты sky но он конечно играл против гигантов но уже особо но так не немножечко конечно застал захватил эту мету поэтому я решаю показать sky что он пропустил какой какой балдеж пропущен но и гиганты отлично заходит именно против вот этой стратегии с жестким пушем рифлами с двух бараков и двух костерятин дриады недоконтраливаются чё по апгрейдам sky наверно один этап на атаку рифлам надо сделать но тут идея в том чтобы ты максимально быстро делаешь ну будучи хумом там 70 плюс лимита и идешь душить ильфа пока у него 50 53 только один гегант в продаже в заказе в продакшене понимаю что отбиться будет не так-то просто гигантов еще нет добавляю бараки ну и здесь пытаюсь просто задержать максимально приход на базу дриады тянут время кодк натыкивает арбой много тут рифлов много кастеров даже все дорогой пришел по сути кстати вот обычно у хумов куча не боевого лимита который в рабах но тут только три раба на лесе осталось у скайна потому что шедер леса натаскал достаточно а все остальное что пришло это боевой лимит так идет строительство вышек много конечно здесь рифлов много пристов как-то это потихоньку надо разбираться ну да глаза боятся а руки делают поднимаются бараки в бой опять же очень-очень сильно решает great на уединение с природой фырики ну тут конечно клевота повешено тут над лесом хорошо и потихоньку начинаю дышать и вот он вот он выходит этот самый красавчик который тут впитывает весь весь урон ума скай конечно старается сразу переключаться на дриад дриады отдаются пеньки с бараками ломают строящиеся вышки ой неужели вы нет не выжил дышатник это не успеет выйти ой тут вот еле-еле уходит на тп но пока скай держится пока держится панда дышит по кд должна дышать тут из армии два гиганта и два барака и два героя он еще две триады забытый но этого достаточно бараки очень хорошо помогают отбиваться на экспанте тоже был отстроен один барак если скай вдруг туда пойдет откисает шредер и ну да гигантов тут бить вообще нельзя то есть они просто не получают урона и рифлы начинают падать бараки работают гиганты танкуют панда дышит панда стафается хотел сказать лакает мануэлу но мануэлу уже закончились просто закупает пипетку маны закупает банки маны выбиваются вышки две из них достроились на большая проблема падает гигант по моему единственный гигант пострадавший при съемках этого фильма дыхание дыхание панде не хватает немножко уже до пятого уровня третье дыхание тут совсем сделает безрадостной жизнь хума и что у нас сухом остатки по лимитам 58 на 62 уже лимита больше там есть еще запасы по золоту но опять же то есть либо хуму жать т3 но это очень долго сидеть либо даже непонятно что делать тут нага была зафокушена архимаг спасается благодаря дирижаблю и рифлы бегут бегут от гигантов после смерти наги панда получила пятый левел конь под оглушением прикопка приходится жать ингу и два гиганта гонят гонят рифлов ой какое дыхание сейчас будет скролок уже понятное дело не осталось никаких ой ну да это тело промахнулся не не то я имел ввиду когда говорила и какое дыхание будет сейчас конь быстро наверное раза скролом забегает а берет телепорт инвул свиток бежит бежит здесь какие-то битвы непонятные мурлоки вписались здесь мой какой же хаос господи надряда взята и вижу хорошую цель виде алтаря гиганты берут дрыны идут ломать алтарь неплохой у них осадный урон получается также они начинают бить некоторые дистанции что здесь барак пока разбирается забитым забытым рифлом и забитым жизнью рифлом и пристом ряд надо забрать здесь ская дотекание с одной стороны здесь пытается воскресить ногу не слишком пока получается не хочет не хочет пока sky признавать поражение надеется на какую-то отдачу но тут уже очень сложно отдаться на месте ильфа в такой ситуации я даже не знаю что должно произойти гиганты стоят и смеются вот с этим вышком здесь барак наконец-то разобрался триады прибежали грейды 1 1 здесь 1 0 рифлы грейды слабые но такая довольно контактная игра получилась прилетает дирижабль ой и чуть не отписает у панды мана закончилась надо ее ставить на базу локать мунвеллы учатся дальнейшие грейды покупается мама и панда возвращается тут конечно полный джентльменский набор сейчас пойдет дыхание ой так страшно на это смотреть тут дыхание скорее вышки было чем в армию так sky приводит под крепус экспанда тут кстати застрял все-таки один рифл но как-то это опрометчиво да рифл выхватывает просто обряд фырик прилетает еще сейчас одно дыхание будет и по-моему пора пора сушить весла да один гигант умер за игру но исключительно на боем не до контроля а вот сколько умерло рифлов тут даже сосчитать нельзя просто уже полный развал начинается но sky бьется до конца ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой дыхание панда берет шестой левел сейчас может прожать банку ман и ультануть разложиться на плесени на липовый мед так ну и гиганты тут периодически ступают по мейну так панда пьет пипетку в принципе уже есть мана на ульту можно сначала дыхнуть и ультану а ладно и так раскладываюсь панда куда в коня пока не понятно куда sky sky понимает что это все это конечное такая вот игра получилась познакомил sky с гигантами поближе он тоже получил порцию страдания хумов вот не скажу чтоб я сильно доволен но да ладно как вышло так вышло все на этом спасибо за внимание не болейте спасибо за внимание а а